Мамонт всегда интересовал человека. Почему? Во-первых, потому что животное действительно необычное, большой слон, покрытый шерстью. Во-вторых, жило непонятно где, непонятно в каких условиях. В-третьих, вот это очень важно. Динозавры это такие большие ящерицы, они от нас довольно далеко. Мамонт теплокровное животное. Он, как видите, жил на огромной территории, жил несколько тысяч лет, десятков тысяч лет и вдруг вымер. Хорошо, а мы же с вами тоже теплокровные. Почему же они вымерли? Что явилось причиной? Как же так? Почему же процветающий вид вдруг исчез с лица земли? Может быть что-то такое, что и нам угрожает потенциально? Если нужна экспедиция, которая что-то бы проясняла в истории мамонтов, то одним из лучших мест для такой экспедиции должны быть Новосибирские острова, ну и вот конкретно остров Котель. Потому что в записках первых исследователей, которые эти острова открыли и описали, было написано, что они почти целиком состоят из костей и бивней мамонтов. Прелесть этой экспедиции, исключительность ее заключается в том, что она комплексная. То есть совместно работают ученые разных направлений. Ученые, которые в обычной жизни практически не пересекаются. Вот такое неформальное общение, в общем-то, в довольно экстремальных условиях не может не дать результата, и оно его дало и очень быстро. Наскопки проходят в чрезвычайно сложных условиях. Мерзнет, между тем, находка представляет большой интерес для науки и способна перевернуть прежние представления об эволюции древнего животного. Сейчас мы мучаемся мыслью о том, ну что же это такое? Потому что это слегка поворачивает мозги, это составляет по-другому носу. И это могло быть пресиной. Никакая ни катастрофа, ни человек. Нам удалось создать теорию, которая базируется на основных фундаментальных принципах экологии, не привлекает никакого НЛО, никаких там кровожадных охотников, которые перебили всех мамонтов, никаких жутких болезней. Все идет логично и вытекает из самых простых законов экологии. Южный Казахстан, Таджикистан, Целихар, теперь сюда. То, о чем я сейчас говорю, оно научному сообществу практически неизвестно. Задокументированных научных данных нет. То есть они есть вот теперь. Вот я считаю, что это было одним из важнейших достижений нашей экспедиции. Субтитры создавал DimaTorzok